Привет народ, привет зрители и подписчики моего канала, с вами снова я Зазепа, продолжаем играть. Ром 2 Total War, это у нас уже пятая серия. Вот, я немного поиграл, но это было буквально две минуты. Что я сделал? Я отвёл вот нашего полководца с этого места сюда, распустил несколько отрядов наёмников, ну, для того, чтобы поднять нашу казну. Так, мятежников разбил вот здесь и привёл чувака в город. Ну, естественно, я ему тоже распустил войска, потому что мы там уходили просто в жесточайший минус по экономике. И сейчас я считаю, что нам надо поднять, так сказать, внутреннюю экономику, чтобы не было всех этих протестов, чтобы как-то вот... Не было минус 75 и минус 9, потому что, ну, я не хочу мятеж. Вообще, вообще ни капли не хочу. Так, и нам нужно что-нибудь для общественного порядка. Пища. Внимание, помоек на общество. Так, подожди, я не хочу помоек на общество. Честный порядок плюс. Чё-то я там построил, чё-то хорошее, да? Так. Чё-то хорошее вот мне вот и надо. Оставим мы с тобой... Розаход. Подожди, мне нужен общественный порядок. Розаход. Так, давай, ты знаешь что, я тебе попробую нанять войска. Нанять отряды. Так, ну, естественно, наёмников вот этих я оставляю себе. Так, я думаю, мне больше прашники не нужны. В таких количествах. А вот более профессиональная армия гоплитов... Мне вот потребуется обязательно. Пацаны мы распустим. И обычную наёмную... В смысле, не наёмную, а... Призывников сделаем себе. Это нам просто необходимо. Выбирая фракцию, вы также выбираете фамилию или партию, политические интересы... Угу. Кто ты? Объявился юноша, который обладает удивительным сходством с одним из членов вашей фамилии. Юноша утверждает, будто бы его отец действительно ваш родственник, и его мать происходит в семье вождя соседнего племени. Объявился какой-то бомж, похожий. Установить его. Безчастие. Давайте отошлём его. Ну, действительно, ну, вдруг похожий просто лицом. Кто он такой? Было бы известно. Блияние ничтожное. Скорость исследований минус пять. Сейчас на порядок заход, все провинции, боевой дух всех. День отрядов минус десять. Ты кто вообще? Старейшина. Политика. 51. И чё дальше? И чё это у нас тут Франция стала зелёной? На мне-то тут расширяется. На мне-то тут расширяется, да? Ничего, вроде пока нас не нападают, и хорошо. И нам надо расширяться. Что у нас с политикой? Эти пацаны за нас. Эти пацаны против нас. Так, эвланы. До следующего хода я вот точно вот пойду к ним в гости. Конец хода. Всё у нас будет. Ничего они нам особо не сделают. Отвою им Элдон. Там вроде такой немаленький городишко. Если они сейчас его потеряют, то им же хуже будет. Плыли куда-то пацаны. Ну, тут, я думаю, они поддержат какое-то время барону. Если чё, они подтрепают ихние войска. Нам это на руку. И об этом случае больше не говорили. Ну и правильно. Нечего. Что по войскам? Угу. Так нормально ещё. Не, подожди. А что если мы вот сейчас сохранимся отдельно, да, и попробуем занять город? Ну, пока с таким количеством войск. Так, пятый сейф. Сделаю, ну, мало ли что, да. Подожди, где мой шпион? Разведай. Отлично! Попробуем диверсию войска. Попробуем диверсию войска. Следующего хода мы их атакуем. Так. Чувак, что с тобой? Что с городами вообще делаем? В общем, эти помойки. Общественный порядок вроде как чё-то... Хм. Так, всё, всё нормально. Присвоенный навык у кого? А, у тебя? У шпиона? У шпиона есть неприсвоенный навык? Давай. Хитрость. Укрение. А, вот это. Плохой навык. Всё, конец хода. Хотя можно было несколько отрядов наёмничков взять. Ну, посмотрим. Посмотрим. А в этом нет необходимости. Эти атакуют этих. Эти куда-то убегают. Своим количеством. И чтобы засесть в городе, у вас было бы больше шансов. Не, надо. Надо разбежаться. Ай, заключил, блин. Союз называется. Где у меня там бунт начался? Тут. Нет, ты не понял. Подойдёшь сюда и наймёшь наёмников. Пару таких пацанов. Не, тогда давай знаешь чё. Просто застрельщиков. И вот таких вот пацанов. Может даже вот таких. Да, небольшой минус. Уйдём. Но это не беда. Всё, давайте авторосчёт штурма сделаем. Ну, потому что их очень мало. Нету смысла так особо. Париться за этот счёт. И всё, эти пацаны остались без города. Окупировать. Во. Казну ещё денег. Сейчас будет. Отлично. Плюс город. Даже без наёмников справились. Этот пацан-то нанимает. О да. Ну, нормально. Мы такую армию ещё сможем содержать. 20. О, мы здесь что-то можем. Что-нибудь, что даёт общественный порядок. Так, гарнизоны. Турновое влияние тельтов. Общественный порядок. Заход 2. Это неплохая тема. Давайте святое место поставим. Что у нас здесь? Тоже святые места всякие, да? Ладно, пускай идёт отстройка. Всё, пацаны. Англия почти наша. Остался этот регион Эвлана. Здесь стоит город. На нём живут эвлоняне. Хе-хе. Так, эти пацаны остались ни с чем. И нужно их добивать, я считаю. Конец хода. Конец хода. Мятежников мы потом разгромим. Разгромим. Всё у нас будет чики-пути. Посмотрим, что они сейчас делать будут. Наши противники. Может, эвлонцев пока оставим? Не, раз уж мы решили, что Англию полностью надо сделать нашей, то... Раз уж они наши союзники. Посмотрим, если они сейчас захватят ихний город, это будет на руку. Платик. А, шпион у меня погиб. Да, вот так вот я и остался без него. Всё, ребята, давайте, бегом. Надо поторопиться. Сюда. Пока они не восстановили свои силы. Что касается мятежников. Что касается мятежников... Ладно, я думаю, можно обратить без одного застрельщика. И нанять себе чисто наёмников. Какое-то количество. Так. Так. Максимум. Потом же мы их всё равно расформируем, да? И давайте им... Покажем... Можно даже их лично. А, я не хочу там конница. Всё, давайте их уничтожим просто. И расформируем войска наши наёмные. Убить нафиг пленных. Всё, извините, пацаны, но у вас слишком дорогие для нашей казны. Так что вы не подойдёте нам. Ну, у тебя пацаны будут чисто ближники, а у того пацаны будут чисто дальники. Ну, я считаю, это неплохо. 60 минус 17. И время, чё так влияет? Святое место построится, да, вот. Что у нас там по этому развивается? Заход от производства. С нашим количеством войн нам нужно побольше всяких святых мест. Так. Что у вас тут? Полиция. Общественный порядок. Давайте чё-то другое построим тут. Ну, этот регион, он, блин, ему не с кем воевать, понимаете? Не с кем. Если только вот отсюда у нас не попрут. Я не думаю, что такое... Возможно. Возможно, но... Я не думаю, что такое будет. Просто. Всё, давайте, конец хода. Наемников мы в воде нанять сможем. Давайте... Да наймём войска, может, и... Попробуем чё-то изменить. Смотрим. В общем. Чё, эти пацаны решили объединиться? В каком? Э, барак. Где там у вас трущобы? Барак. Трущобный город. Святое место. Общественное и культурное влияние тельтов. Общественное и культурное влияние тельтов. Общественное и культурное влияние тельтов. Четыре. Давайте вот это. Я не знаю. Вот это, конечно, плохо, но... Но чё-то? Посмотрим. У меня пока здесь всё ориентировано на общественный порядок. Вот это давайте нафиг снесём. А, ещё нету даже денег на снести, да? Всё, давай, сиди в городе, разбирайся с ситуацией. Чё, эти пацаны потрёпанные уже там, да? Немного. Ну нет, наёмников мы не можем. Раз уж мы дали обещание, что мы их добьём. Если мы уже заключили союз, то нужно как-то исполнять его, да? Галатия. Что ж вы галатийцы? Калидонцы. Поселение в гневе. О, ребята, шо я могу сделать? Потому что мы и диктами где-то отдельно чё-то как-то делаем. Не знаю, я не знаю. Пока вроде всё нормально. Будем строить культурные места, так скажем. Сносить эти трущобы. Соглядатого нанять не надо. Как бы у меня пока этого... Ситуация не требует. Давайте нормальным темпом. Отлично, мы их тут зажали. Всё. Так, это строится всё. Что здесь? Оход, пища. Сельское хозяйство прокачает. Сейчас ещё. Пока есть бабосик, пока возможно это всё делать. Так, что у нас с этим городом? Нету денег или что? Да нет, вроде есть как бы деньги. В поле собрания, палата воинов. Да, 1700, нету денег. Такое городишко, конечно. Чё ж поделать. Цена невозможна снести. Что это? Трущобы. Нафига мне трущобы? Я хочу их снести. У меня хватает денег. Это 500... 500 монет стоит. Почему я не могу снести трущобы? Хер с ним. Конец хода. Сейчас нам главное этих дожать уже, пацанов. Установить полностью нашу власть в Англии. Чтоб никто тут даже пикнуть не мог нам. Вы осознаете? Чтобы идти вперёд, нужно сначала защитить свои тылы. Ну да, видите, у них такие войска уже там немного... Подуставшие. Всё, на дно. Нища на дно. Так, чё с вами делаем? Рабы мне как бы особо не нужны. А, идите отсюда. Подальше. Ага. Здесь трущобы, да, появились? Всё, трущобы я нафиг сношу. Здесь я бы хотел тоже снести трущобы. Здесь они что-то сносятся, походу, да? Или нельзя столько много трущоб заход сносить? Всё, эвландцы. Молодцы. И чё делать будем? Возвращаемся на исходную, да? Давайте. Минус 99. Да, чё-то пока общественный порядок не особо растёт, не особо радует. Чёрт возьми, я пытаюсь. Этих додиков испанских мы уже снесли всех. Так что всё отлично. Минус один серьёзный противник. Я думаю, нам это на руку. Что мы их там уничтожили. Может, даже общественный порядок поднимется, потому что мы сейчас ни с кем не воюем. Подожди, это кто? Ёкарный мамай. Вот чё я не заметил сразу? Вот пропустил ход, мог бы сейчас нанять войска. А я могу вот так вот их обойти. Блин, а потребуется ещё два хода. Это плохо. Чё, эти пацаны решили нам помочь? Блин, респект. Если оно так. Какой свой долг? Дипломатия. Нет, не то. Терговля и финансы. Не то. Политика. Какстос. Я считаю, что этого какстоса пока не надо никуда нанимать. На должность. Нет. Всё, у нас пока нету врагов, кроме вот этих вот пацанов. Британских мятежников. Общественный порядок плюс два. Вот это неплохо. Но опять же, общественный порядок, чё-то вот, как-то вот, чё-то вот, как-то вот надо вот это сделать, я считаю. Ой, в любом случае, там раньше помойки стояли, так что, не критично. Вот у вас ещё, пацаны, армия 4, а давайте вы тоже потягивайтесь, потому что там сверху нам особо войска и не нужны. Ну да, эти пацаны там пока ещё разбойничают. Ну, это, как говорится, до погоды до времени, да? До погоды до времени. Подожди, а чё это вы там? Чё вы тут выбите? Эвланы. Давайте чё-нибудь для общественного порядка сделаем. Давайте вот эту штуку прокачаем. Дипломатия. У них же есть там право прохода, да? Военный союзник. Чё-то мне не очень это нравится, их действия. Да, нас мало, но мы сможем защититься, по крайней мере, на следующий ход. Посмотрим, с какой они целью тут вообще. Вы кто? Вы растёте, да, своим отрядом? Тут вроде как пока что отстраивается чё-то. Всё вроде нормально, да? Так, вот здесь общественный порядок надо как-то развивать. Всё, я больше ничего как бы сделать не могу. Где ещё? Я так понимаю, либо здесь слева, либо там сверху. Восстание рабов. Ну, в последнее время рабов как бы и не нанимали, ну, как бы и не брали в плен. Просто убивали всех, нафиг. Я вас понял, пацаны. Всё, здесь пиздец нам. Сволочи. Садили город. Всё равно его занять не сможете. А вот вас мы подрежем. Вот вас мы вырежем просто всех. Здесь там 81. Обычный режим. Бить нафиг пленных. Сейчас мы ещё качнуть не можем. Всё, давайте в город, пацаны. Налаживайте тут. Дружеские взаимоотношения с нашим государством. Вот вы, пацаны, топайте сюда. Всё, гадзи, как ничего не предпринимают. Сильные, пацаны, сильные. Сделать мы пока ничего не можем. Плохо. Авторитет строит? Да-да. Да я не хочу этого пацана ставить. Скорость исследования минус пять. Общественный порядок. Заход. Что ты... Ну, давайте назначим. Хорошо. Торизмозаход. Всё? Чё-то изменилось? Политика. Ах... Как же тяжело тут с вами. Наемников мы взять пока не можем. Ну, вроде с ними не заключали права прохода. Потому что они тут встали. Это мне вот как-то вообще не очень. Боятся, что мы атакуем их или чё. Вроде как бы с ними не воевали. Всегда вот пришли там на помощь. Тут сделали наш военный союз крепче. Не понимаю я. Опять решили на город наш напасть, да? Блядь, ещё эти войска потрепались. Когда это не нужно было. Сволочи. Чего я вас сейчас чисто наёмниками... Вздёгну? Ты. Говодец. Терсти фор батл. Терсти фор батл. Дожмём этих петушков. Ну и кто теперь? Папка. Всё? Казнить нафиг ублюдков. Рабы подавлены. Как я могу помочь? Так, и школьницу распускать-то не очень, но... А вот теперь сиди в городе и вот... Налаживай... Связь с общественностью. Денег нету пока что. Ну это лучше, чем было там минус 75. Здесь хотя бы что-то вот расти уже начинает. И будем потом войска сюда стягивать. Давайте сейчас этим займёмся. Стягиваем войск наших. Сюда бегом. Если чё... Ты знаешь, чё делать. Будем. А мутить мы будем здесь серьёзную тему. Полностью контролирует этого персонажа. Принцесса Умагус. У тебя? Или у тебя? У тебя. Нет, не это. Рвение, харизма, заход. Хитрость. Будешь у нас хитрым. Чё у нас с политикой? Их сильнее. Вы кто? Призы. 86. с кем воюете пиктоны не знаю таких все восстанавливаем общественный порядок еще конец хода пока нам делать нечего эти пацаны что-то стоят на нашей территории мне это не особо нравится ну мы с ним пока царгуем вроде все нормально у нас они вроде как особо и не разрастаются можно это сделать территорией нашей чтобы получать больше доход жертвоприношение давайте сохранимся делаем так сказать сейф и знаете что я думаю на этом можно завершить серию вот селе получился хороший ну а с вами был Зазепа лайк подписка обязательно всего хорошего удачи и пока до сих пор пока до пока α